В Алматы планируют применить опыт Астаны по созданию зелёного пояса. Сегодня мы уже имеем одну тысячу гектар свободных земель, которые находятся в городе. На половину предусмотрели из них разработку ПСДСР я в Попадале по устройству скважин в Алтасском Турсивском районе до конца текущего года. Планируем на них в случае уже установки устройства скважин обеспечить посадку. По озеленению в городе мы на текущий год запланировали посадку 45 тысяч зелёных насаждений. Это на 12,5% больше, в сравнении с прошлым годом. Помимо озеленения, в ближайшие годы планируется полностью завершить реконструкцию всей орычной системы города. Работу будут проводиться как за счёт бюджетных, так и частных инвестиций. По орычной сети, по городу у нас имеется 1200 километров орыков. 112 из них, где уже проведена реконструкция, по 60, где есть необходимость. По данным 60, на 15 километрах мы в текущем году запланировали эту работу. Это также усилена озеленительная часть. Ещё на 15 километров мы запланировали. ПСД имеется. По оставшимся 30, мы запланировали в этом году разработку ПСД. И в следующие годы уже непосредственно завершение работы по реконструкции всей орычной системы. Все проводимые работы соответствуют принципам программы развития Алматы до 2020 года, где приоритетным является чистая окружающая среда. В Алматы продолжаются работы по очистке русел рек. Сколько камазов ежедневно вывозят грязь и песок, узнаете из нашего сюжета. Работы по очистке русла реки Большая Алматинка продолжаются уже две недели. Ежедневно отсюда вывозят около 20-30 камазов, груженных грязью и песком. Очистка русла реки началась с 4-го числа текущего месяца. И по сегодняшний день очистка русла рек Большая Алматинка. Очистка от селевых наносов, селевых отложений. По сегодняшний день выведено 1300 кубов метр кубических песка. И работа продолжается. Очистку русел рек проводят во всех районах Алматы. Некоторые коммунальные службы приступили к работам заранее. Также в Тесуйском районе речку Есентай подготовили к весенним паводкам ещё в феврале. Оттуда было вывезено 600 кубов грязевой массы. В Наурсбайском районе на реке Аксай также провели углубление русла и очистку от мусора. С приходом весны особое внимание уделяется и реке Каргалинка, от разлива которой в прошлом году пострадали сотни строений. В 2016 году из резерва для предупреждения ЧАЭС планируется предусмотреть средства по укреплению русла реки Каргалинка с ориентировочной стоимостью 2 миллиарда тенге. Также в рамках данного уточнения бюджета планируется разработка ПСД на сумму 169,1 миллионов тенге. Работы по очистке реки в посёлке Каргалы, несмотря на то, что уже прошло около года, до сих пор продолжаются. По мнению специалистов, эти меры должны обезопасить город от повторения разрушительного селя.